Ребят, самый животрепещущий вопрос, кто работает в новогоднюю ночь? Нам нужно решить это именно сейчас. Это традиционный и самый важный вопрос. Каждый год 31 декабря, а точнее уже 1 января, как минимум две съемочные группы отправляются снимать народные гуляния. Провести эти волшебные часы на работе желающих почти никогда нет. Но профессия обязывает. Решение придется принять Диане Содрединовой. Свои боевые крещения теперь уже выпускница журфа Камгуки проходила здесь, на Химкинском телевидении. Начинала обычным корреспондентом, теперь редактор и ведущая. В ее подчинение около 20 человек. За плечами этой на вид хрупкой девушки, бессонные ночи за монтажом специальных репортажей, шестичасовые съемки в минус 30, объезды по мусорным свалкам и по ГОСТам, выходные и праздники без отдыха. Здесь нужны стальные нервы и крепкое здоровье. Меня учили, что телевидение – это коллективное творчество. А я как редактор ответственна за каждое слово, за каждый кадр. Поэтому я ответственна за всю работу корреспондентов и операторов. Поэтому, конечно, приходится им что-то объяснять, чему-то, может быть, учить, иногда, может быть, даже ругать. Именно только так, наверное, я думаю, может получиться хороший продукт. За качество продукта несет ответственность весь творческий коллектив. Телевизионная команда – молодая и современная. Один из сторожил химки СМИ – Ольга Сухорукова. На ТВ уже 9 лет. Именно ее усилиями картинка и текст превращаются в полноценный сюжет или передачу. Когда я пришла работать сюда 9 лет назад, все монтажки работали в разных программах. Одна из них даже применялся линейный монтаж, в связи с чего мы периодически не успевали выдавать новости в эфир вовремя. После замены оборудования мы стали работать в единой системе, что дает нам взаимозаменяемость между монтажерами, а что очень необходимо в нашей работе. В этом году техническая база пополнилась. Купили три камеры, радиопетли, видеомагнитофоны. В прошлом приобрели мобильный студийный комплекс и провели масштабный ремонт. А это самый опытный оператор на студии Сергей Гвоздев. Стаж 7 лет. К нему приходят за советом даже редакторы. Полтора года назад в его распоряжение поступила новая профессиональная камера. Ну говоря простым языком, эта камера дает более яркую и сочную картинку по сравнению с теми камерами, которые использовали здесь ранее. Ну, во-вторых, у нас есть студийная камера отдельная, которая используется на студии. Плюс репортажные камеры для репортажных съемок. И, конечно, наш маленький секрет – это маленькая скрытая камера. Вы смотрите ежедневный выпуск новостей на видеоканале СТХ. А вот так выглядело химкинское телевидение 10 лет назад. Самодельная студия, линейный монтаж, штат сотрудников минимальный. Сегодня у нас есть уникальная возможность просмотреть выпуски новостей даже 12-летней давности. Сейчас идет подготовка к пуску новой троллейбусной линии. От станции метро Планерная до Юбилейного проспекта. Специально к профессиональному празднику строителей на нашей студии подготовлена передача «Тема недели». Надеемся, что время, проведенное вместе с химкинским телевидением, не покажется вам напрасно потерянным. Время идет, все меняется. Теперь в распоряжении сотрудников химкинского телевидения три современных монтажки, которых всегда кипит работа. За моей спиной осталась эфирная, а эта режиссерская. Именно отсюда управляют суфлером во время записи новостей. И дают подсказки операторам и ведущим прямых эфиров. Именно здесь находится недавно приобретенный мобильный студийный комплекс. Из маленькой студии СТХ превратилась в крупную телерадиокомпанию «Химки СМИ». Теперь вместо жалюзи передвижные декорации, специальный фон «Хромакей», «Плазма», «Новая мебель» и многое другое. Сейчас количество абонентов превышает 70 тысяч. В зоне вещания не только центр «Химок», но и микрорайоны. Левобережный, Новогорск, южная часть Сходни. А в 2010 году кабельный канал пришел в дома жителей Подресково. Только в этом году в эфир вышли более полутора тысяч новостных сюжетов. Скоро стартуют новые проекты. Сценарии и пилотные выпуски держат на личном контроле генеральный директор и идейный вдохновитель Светлана Запорожец. Планы на будущее у руководителя ТВ грандиозные. Конечно, нам нужна передвижная станция. Это наша мечта дальняя, давняя. Но я надеюсь, что она осуществимая. Нам не нужна большая, пусть она будет небольшая, но тем не менее, чтобы мы могли включаться в каждой точке нашего города, в каждом микрорайоне, который представлен в нашем городском округе, нам она просто необходима. А ближайшее будущее сотрудников Химки СМИ – не одни сутки работы над итоговыми фильмами и роликами, а кому-то еще работать в новогоднюю ночь. Добровольцев пока не выбрали. Олеся Жиганова, Сергей Гвоздев, Олег Мелехов, Валерий Алексеев. Служба новостей.